Восстановить здание и сохранить советский антураж. Глава города Елена Лапушкина проверила, как идет реставрация ДК Литвинова в Кировском районе. Монументальное здание было построено в начале 60-х годов прошлого века по проекту московского архитектора Тарасова. В строительстве участвовали коллективы цехов завода «Прогресс». Здание возводили под непосредственным контролем директора завода Виктора Литвинова, имя которого позже и присвоили Дворцу культуры. В 2019 году здесь началась реставрация, в ходе которой выявили скрытые дефекты, поэтому сроки работ продлили до 2024 года. Когда приступили к ремонту, обнаружилось много скрытых работ, и трещины в стенах, и в подвале вода, и, конечно, вынуждены были заниматься и перепроектированием. Исходим из того, что уж лучше сделать качественно, немножко задержав сроки, но чтобы это здание еще долгие годы прослужило нашим самарцам, и было действительно украшением и этой территории, да и Самары в целом. Работы при этом не останавливаются ни на один день. Параллельно идет до проектирования. Сейчас объект готов на 45%. Ведутся отделочные реставрационные работы. В подвальных помещениях меняют систему водоснабжения и канализации. Подрядчик приступает к электромонтажу. Вышли электрики. Сейчас идет ознакомление с проектной документацией по факту, по месту на объекте, и как бы начинаем полностью производство электромонтажных работ. Параллельно будут проводиться работы по слаботочным системам. Это телефонизация, охранно-пожарная сигнализация, видеонаблюдение. Здание является памятником культурного наследия в целом, но охранный статус также имеют и отдельные элементы. Мозаичные панно, аутентичные люстры, которые сейчас на реставрации, оригинальные двери. Все это подрядчики пытаются сохранить в первозданном виде. Максимально восстанавливать то, что есть, и люстры, и кресла восстанавливать. Будем закупать и сценическое новое оборудование. По площади дворец Литвинового сопоставим с театром операбалета. Он чуть меньше его, но тем не менее такой же масштабный и не менее значимый, чем театр операбалета для жителей безымянки. Постараемся воссоздать его в первозданном виде, каким его в свое время задумывали наши архитекторы, наши проектировщики. После реставрации в ДК Литвинова планируют открыть три больших зала, концертный и театральный конференц-зал. У каждого будут свои отдельные гардеробы, гримерные буфеты. Кроме того, в обновленном ДК предусмотрели танцевальные и вокальные классы, студию звукозаписи, зал единоборств, спортзал для командных видов спорта и мобильную библиотеку. Обновленный дворец культуры станет еще одним местом притяжения для жителей города. Светлана Кудрявцева, Константин Головин, Николай Епифанов. События.